Геннадий Труханов продолжает отсутствовать на своем рабочем месте. Сразу после окончания отпуска, который был продлен самим Геннадием Трухановым до 21 января, у одесского городского головы началась командировка. Местные чиновники на время непогоды должны оставаться на местах, а жилищно-коммунальные хозяйства переведены на круглосуточный режим работы. Такое распоряжение сдал Кабинет министров Украины, предписав тем самым главам государственных администраций, городским головам, не покидать свои рабочие места. Об этом со ссылкой на правительственный портал сообщает интернет-издание «Корреспондент». Так уж получилось, что распоряжение это застало нашего главного городского руководителя Геннадия Труханова за пределами не только города, но и страны. Скорее всего, там, в глубоком подпольном зарубежье, где Геннадий Леонидович находится вот уже второй месяц подряд, нет никаких средств связи, вплоть до интернета. И сам Геннадий Леонидович ни сном, ни духом, ни о сложных погодных условиях в родном городе, ни о потопе, ни о снежных заносах, ни о поголовной заболеваемости, корею и даже смертных случаях среди местного населения, ничегошеньки не знает. И распоряжений никаких, в том числе кабинета министров, не читал. Иначе, чем объяснить тот факт, что уже как бы выйдя из продолжительного отпуска, не приходя в сознание, в смысле на работу, Геннадий Труханов направился в срочную командировку, в Грецию. Причем в составе делегации, которую возглавляет его зам Павел Вугельман. То есть, даже не самым главным. Тогда спрашивается, зачем он в Греции вообще нужен, если он там ничего не решает, а как бы присутствует в составе делегации. Или наш Геннадий Леонидович готов на все, лишь бы как можно дольше быть подальше от Одессы. Ибо ходят упорные слухи, что НАБУ все-таки готова предъявить нашему мэру подозрения по нескольким эпизодам, среди которых в том числе и афера с Краяном. Есть все-таки ощущение, что у городского головы наступают не самые лучшие дни в плане вот этих уголовных производств, которые понихоньку начинают накапливаться как снежный ком. Киевлянин Виталий Шабунин, глава общественной организации «Центр противодействия коррупции», член общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины, который накануне представил Одесситам свой проект антикоррупционной школы, уверен, сколько Геннадий Труханов не будет продлевать себе отпуск, тот все равно закончится, и городской голова вынужден будет вернуться в Одессу. Связано ли продление отпуска Труханова с интересом к его персоне со стороны НАБУ и, главное, не закончится ли этот интерес согласно интересам господ ему покровительствующим, вопрос не менее интересный. Мне сложно что-то об этом сказать, но информация, приходящая из различных источников, позволяет сказать, что похоже, что у Геннадия Леонидовича, нашего уважаемого, а некоторым неуважаемого Геннадия Леонидовича, начались не очень хорошие деньки. Об этом написал один из предыдущих мэров Эдуард Осипович Гурвиц, об этом говорил Михаил Саакашвили на встрече. Об этом сегодня уже практически в открытую говорят источники, близкие к НАБУ и депутаты Верховной Рады. И, в принципе, этот конец, он должен когда-либо наступить. В любом случае, в данной ситуации возможно всего два варианта. Либо худой конец для самого Геннадия Труханова, либо худый без конца для Одессы.